Друзья, всем привет! Мы находимся в парке в центре столицы. Буквально в 100 метрах за этим зданием находится московский Кремль. А приехали мы сюда для того, чтобы пообщаться с одним очень интересным человеком. Несмотря на то, что ему всего 23 года, это молодой парень, ему действительно есть что рассказать. В этом сюжете я вам хочу показать реальную историю жизни. И самое главное, она пригодится всем нам. Первое. Всем тем, кто молодой, сейчас заканчивает институт и думает, ну вот куда вы пойти работать. Вы находитесь в своем городе и подумаете, а поеду-ка я покорять Москву. Вам это будет однозначно полезно. Ну и конечно же всем тем, кто постарше, несмотря на то, что у вас сегодня наверняка уже есть свои семьи, свое жилье, машина, работа, какая-то стабильность. Вы вот окунитесь в молодость, вспомните, как это было у вас и послушайте, как это происходит сегодня у человека. 23 года. Вся жизнь впереди. Нужно добиваться высот, нужно добиваться успехов. Просто дайте 5 минут и я уверен, вы этот ролик досмотрите до конца. Познакомившись с человеком, пообщавшись с ним, я понял одно, что однозначно нужно снять и показать его невыдуманную жизненную историю. Пойдемте с ним познакомимся и перейдем к диалогу. Друзья, знакомьтесь, Роман. Ром, привет. Привет. Ром, прежде чем мы перейдем к твоей истории переезда в Москву, расскажи, пожалуйста, кратко людям, откуда ты, образование твое. Ну, Карелия, республика, это на севере, город Кондопога. После 11 класса поступил в Российскую таможенную академию. Ее успешно закончил с отличием, с красным дипломом. Ну, и у меня хобби такое было, хотя я изначально думал, что буду всю жизнь этим заниматься. Хоккеем занимался с 5 лет, наверное, до лет 18. И школу, насколько я знаю, ты закончил еще с золотой медалью. Да, тоже с отличием. Давай присядем и поговорим детальнее. Вот ты закончил институт, получил свой красный диплом, отправился домой. Что происходило дальше? Нужно искать работу, тебе 22 года. Ты ее искал у себя дома или где? Ну, так как у меня специфическое, так скажем, образование, это таможня, я приехал домой с мыслью о том, что у меня все замечательно, все хорошо. Есть диплом, и у меня с руками и ногами везде возьмут. Начал рассылать Екатеринбург. Ну, города-миллионники в основном, Воронеж. Я вот сейчас точно не помню, какие Москва, это было точно, Питер, Екатеринбург, Воронеж. И пятый был город, ну, не особо важно. Я отослал везде, мне сразу же начали приходить, там, буквально в течение двух-трех дней, стали приходить ответы. В общем и целом, это были ответы, у тебя нет опыта работы, где-то нет вакантных мест, где-то даже, не буду говорить в каком городе, сказали, что намекнули на какую-то денежную помощь, наверное, компании, ну, вот именно вот таможенной службы, ну, так скажем, какую-то взятку, что ли, так можно сказать. Ему предложили заплатить 300 тысяч рублей за то, чтобы его устроили. Но человек, на самом деле, все правильно сделал, в плане того, что он от этого отказался, неизвестно, что будет дальше, там, кого-то 300 тысяч платить, тебя устроят, через месяц тебя выкинут. То есть вопрос не пошел. А вот этот сюжет хорошо бы посмотреть всем школьникам и тем, кто учится в университете. Всем тем, кому говорят, вот если ты будешь хорошо учиться, тогда у тебя будет хорошая работа. Но только почему-то никто из учителей и преподавателей никогда не говорит, что если у тебя будет опыт работы и ты будешь разбираться в теме, тогда тебя возьмут. А в университете, кроме теории, ты ничего не получишь. И вот, ребята, имейте в виду, именно это ждет и вас. После окончания университета с красными дипломами вам зададут вопрос, а есть ли у вас опыт работы? В итоге нигде тебя на работу не взяли, а денежки-то нужны. Денежки нужны. Ну, я недолго думая, так как у меня семья большая, всегда как бы я старший сын в семье, настрое, я пошел искать подработки. Где-то там грузчиком пару дней, где-то что-то там помогал, разнорабочий. И потом мне мать говорит, там вот вакансия появилась в Красно-Белом, сходи попробуй. Ну, вот я пошел, отработал там месяц. Скажу вам честно, когда туда приходишь, думаешь, ну, они там ничего не делают, что они там, пиво нальют, да, там, что подадут тебе. На самом деле, эта работа настолько сложная была в плане каких-то штрафов. Потому что, допустим, если ты присел, вот там, в зале стоят камеры, на каждом, как бы, там, через каждый метр. И если ты присел, то штраф у тебя сразу 500 рублей. То есть, как бы, ни много ни мало, два раза присел уже тысяча, три раза присел уже полторы и так далее. Сколько тебе заплатили за полный месяц твоей работы? 19 тысяч. Ты отработал, и ты понимаешь то, что там ловить нечего, денег ты там не заработаешь. А то, что есть у нас столица страны, Москва, и вот там можно построить свою карьеру. Также я и думал, что вот в столице все возможности. Многие мне говорили, езжай с твоим образованием, тебя с руками и ногами опять же возьмут. Ну, все, я купил билет и приехал. И первым моим, так скажем, было пробной работой, наверное, опять же неофициально, это была стройка. Новостройки, элитный район строился. Я приехал туда, у меня не было ни комнаты, ничего вообще не было. То есть, по факту, были какие-то средства, но их не хватало. Смотрю стройка, вообще разнорабочие, не образование, ничего всему научим. Прихожу, мне говорят, можешь жить тут, питаться мы тоже тебе будем покупать. Нужно положить там вроде 8 на 5 что ли, плитку положить в ванном, в санузле. Ну, я сначала испугался, думаю, я этого никогда не делал. Они говорят, все легко просто, через буквально дня 3-2, я остался один. Целый месяц я вот потихоньку, понемножку укладывал. И все получилось довольно-таки, на мое удивление, хорошо. Тебе сколько пообещали денег за эту работу? 35-40 тысяч. И при этом ты вот этот месяц, пока ты клал эту плитку, ты жил там, да. Ты жил на этой стройке. Ровно на стройке, да, там была определенная кровать. То есть, там была как бы полностью пустая, только бетонные стены, одна кровать, и они начали с санузала жить там плитку. Не знаю почему, но вот так. А туалет, душ? Туалет, ну, можно сказать, я месяц, грубо говоря, не былся полностью. Типа там, ну, подвал лицо, там, руки, ноги, и вот так. И эту работу ты нашел буквально чуть ли не в первый день? Вот, грубо говоря, да, 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 да. Я переночевал, и на утро мне уже позвонили, я вот позвонил, мне сказали, мы вам перезвоним, мне призвать, сказали адрес, приезжайте. Окей, ты отработал целый месяц, приходит человек принимать работу. Да, он там все, он причем на протяжении всего звонил, там есть какие-то проблемы, какие-то инструменты, может материалы, и там с ним все общались. Он приходит, человек нерусской национальности, сразу такое, ну, такое замечание. Это не к тому, что там они вот там что-то связаны, русский, нерусский, просто хочу заметить, что он приходит, все проверяет, все нормально, говорит, молодец, начинает уходить. А я думаю, без слов, я уже там начинаю собирать вещи, думаю, сейчас вот заплатит. Доволен, радостный, что вот у меня все получилось. И я спрашиваю, а будет, когда расчет мне ждать? Сегодня, завтра, на карту? И он поворачивается и говорит, а ты кто? Просто говорит, я в недоумении думаю, что в смысле. Говорю, а когда будет зарплата-то? Я же все сделал, хорошо. Говорит, ты как тут оказался? Говорит, ты кто вообще такой здесь? Начинает махать руками, грубо говоря, ты кто? Паниковать. Ну, включил дурака. Говорит, я сейчас вызову полицию, ты тут у меня материалы мог украсть, да мы сейчас тебя, да мы сейчас того. И я, недолго думая, понял, что тут нужно уходить, потому что себе проблем сделаю. И получается так, что ты отработал целый месяц, и вот так вот на ровную месть человек, который рисовался. Я с нулем, да, просто выкинули. Вот вам, пожалуйста, живая невыдуманная история переезда в Москву с нуля. Приехал для того, чтобы заработать денег, получить опыт, начать подниматься, строить себя как человека. И вот тебе, пожалуйста, первые же работы тут же кидают. Кто-то напишет, да это неправда, как это он жил на стройке, это же запрещено. Ребята, кто приезжал и кто оказывался в подобных ситуациях, напишите, пожалуйста, в комментариях, где и как у вас это происходило. Можно даже кратко, чтобы те, кто смотрят, почитали и понимали, какова она реальность. Ром, ты когда вышел с этой стройки, грязный, чумазый, за спиной, ничего нету, в карманах ничего, этот человек, скажем так, ну в кавычках человек тебя дико подвел, что происходило дальше? Ну, мысли грустные, апатия какая-то, безысходность. Ну, я звоню матери, а в это время, когда я работал, мать уже обосновалась в Москве. И она по такому же принципу, как и я, уехала, потому что нечего было делать в нашем родном городе. И, ну, недолго думая, я приехал к ней и как бы начал жить там, искать работу. К ней приехал, это она снимала квартиру? К квартиру, да. Спальный район Капотня. Что было в следующем? Довольно-таки опять, вот, быстро я нашел, опять же, с помощью матери, я нашел, потому что это вот очень самая главная черта, вот, вообще, моей матери, она всегда, вот, как бы, как бы не было плохо, она всегда мне помогала. И у нее работа связана с офисами, грубо говоря, и она в одном из офисов услышала, что им нужен менеджер по продажам. Это в Москва-Сити, она приезжает и говорит, вот, есть вакансия, не хочешь ли ты попробовать? Конечно, за только. Я неделю-полторы сидел, опять же, ездил на собеседование, пустая, трата денег, нигде никому не нужен. Высшее образование, опять же, где-то там лежит, на полочке. Я приезжаю на собеседование, мне дадают пару вопросов, типа, основные вопросы там, ты умеешь работать с Excel, грубо говоря, умеешь ли ты общаться с людьми в деловом стиле общения? Говорят, да почему бы, нет, да. Как бы никогда не было такого, но я думаю, будет просто. И там, они говорят, ну, два дня где-то примерно, мы посовещаемся и, как бы, тебя вызовем. Проходит даже один день, мне звонят, приезжай устраиваться. Я приехал, мне показали мое рабочее место, компьютер, все, дали всю там, всю канцелярию. И первые три недели я начал стажироваться. То есть, оклад был сразу оговорен 70-80 тысяч в месяц продажи. Суть работы заключалась в чем? Ну, там, грубо говоря, нужно было продавать рекламу в ВУЗы России. Звонить, общаться с ректоратом и что-то предлагать. У тебя это получалось делать? Ну, не то, чтобы, скажем, получалось, ну, как бы, мне это легко давалось, так скажем. Ну, то есть, план... Продажи были, продажи, продажи. Я план не выполнял сразу, скажу, но продажи были. План там был, стоял очень космический. Я вообще не знаю, кому этот план был сделан, но продажи были, да. То есть, зарплату тебе платили исправно? Да. И ты работал, получается, в Москва-Сити на протяжении какого времени? Сейчас я тебе скажу. С начала октября до начала пандемии, где-то 27 марта, я помню, этот день, примерно 8-9 месяцев. Стабильно все было, очень стабильно. И мне все нравилось. Вот за эти 7-9 месяцев ты, получается, получал примерно по сколько тысяч в месяц? Сейчас скажу, самое большое я получил 94, это с учетом бонусной продажи. Типа за продажу были определенные бонусы. А самое маленькое? Самое, ну, 1080. То есть, в целом, это хорошие деньги, тем более, ты жил уже, получается, отдельно от матери, и ты снимал себе комнат. На второй месяц, да, работы, когда я уже прошел сожировку, мне полностью хорошая зарплата пришла, я съехал, да, снимал квартиру, и было все очень идеально. Я мечтать, наверное, о таком не мог, что я, ну, грубо говоря, даже не по специальности, но идеально все, стабильно все платили. Конечно, были такие, как и в каждой, мне кажется, компании на каждой работе, где начальник плохой, там, коллектив где-то ругается, но все было довольно идеально. А вот это меня лично удивляет больше всего. Вот почему так? Объясните мне. Нужно учиться пять лет в университете, а потом для того, чтобы ты научился зарабатывать деньги вообще в совсем другом направлении, тебе нужно три недели стажировки. Пять лет и три недели человек начинает получать по 80-90 тысяч рублей. Вот точно так же я отучился пять лет, я учился на специалиста по рекламе, но когда я вышел из института с дипломом, у меня нет ни одной тройки, я просто не понимаю, а куда идти? Хорошо, что вот у родителей был рекламный бизнес, но он и есть и сегодня. И сам факт того, что зарабатывать деньги я научился непосредственно, когда начал работать. Мои знания отчасти, да, мне, конечно, пригодились, потому что я работал по специальности, но сам факт того, что многие, с кем я учился, ушли работать совсем в другие сферы, они тоже сегодня, в принципе, неплохо зарабатывают, но для этого им понадобилась практика, а их образование, вот как у Ромы, лежит на полочке пылица. Хорошо, в силу того, что наступает пандемия, что произошло с твоей работой? Тебя сократили или что? Получилось так, вот, как я уже говорил, 27-го числа я вышел, нам начали, было все нормально до обеда, в 2 часа дня проходит совещание, он говорит, что на данный момент сейчас никаких заказов в ближайшее время не будет, вы свободны, мы такие все, в смысле свободны. Ну, неоплачиваемый, так скажем, отпуск на неделю, тогда еще Путин сказал, помню, что будет объявлена неделя нерабочих дней. И мы все ушли, то есть, ну, сидели дома. Какое-то время он писал в чате, наш гендир, что вот пытайтесь звонить, пытайтесь что-то делать, там вузы работают, но в другом режиме и так далее. Я что-то пытался, но, скажу вам честно, было полный отстой, потому что там в связи с пандемией у вузов совершенно другие заботы были, нежели там что-то размещать у себя на территории. И получается, сейчас скажу, я просидел так 2,5, либо 3 месяца, ну, что-то делая, что-то не делая, зарплата никакая, 3 месяца ничего не было, вообще ни копейки я не получил оттуда. И просто в какой-то момент меня удаляют с чата, я звоню, спрашиваю, что происходит, когда уже, грубо говоря, это было в мае, вот, в начале мая, еще до 9 мая уже какие-то офисы открылись и где-то даже работали. И мне начальство говорит, что мы в силу проходящих моментов в России тебя сократили, как и некоторых сотрудников. Я спрашиваю, ну, ладно, хорошо, может быть какой-то расчет, можно вещи забрать. Расчета не будет, вещи твои на помойке. То есть все просто один днем? И это было сказано, ну, да, это было сказано просто с ухмылкой, со смешком по телефону. Черные списки и все. А ты там не был устроен по официально? Я там был устроен официально по договору найма. То есть мне платили не 9, то есть общей суммы у меня была выплата за месяц 15 тысяч. Ну, короче, я понял, официально тебя устроили так, но было неофициально. Но было, да, то есть, как, грубо говоря, белый конверт и черный конверт. Типа вот белая зарплата и черная зарплата. Белая зарплата это 15 тысяч на карту, а остальное все, что это наликом на руки выдавалось. Вот эти два месяца пандемии, которые были, ты, получается, просидел в режиме самоизоляции дома. Я надеялся на то, что будет что-то, какое-то изменение, что-то будет. Может, нам домой дадут какие-то, дистанционно будем работать. Но по итогу получилось. Я даже если бы я знал, то есть я бы вообще пошел бы куда-нибудь подрабатывать, что-то делать. Но я не знаю, наел килограммы, грубо говоря. И остался, грубо говоря, опять же ни с чем. Что происходило дальше? Подал резюме на Headhunter уже с отмеченным, то, что я проработал менеджером по продажам. На тот момент, опять же, опять в силу этой пандемии проклятой, уже я не знаю, как ее назвать, нигде никому не нужен был. То есть, либо дистанционно, но дистанционно нужно свой компьютер. У меня компьютер есть, но он не подходит к тем параметрам, которые нужны для работы менеджера по продажам. Где-то опять был грузчиком, где-то в фикс-прайсе я проходил стажировку, меня опять выкинули. То есть, я, наверное, за месяц искания работы, за месяц после пандемии, меня, наверное, швырнули раз шесть. То есть, какие-то были денежные средства, но это были настолько минимальные денежные средства. Там, рот отдыхает где-то вот, нервно курит в сторонке. То есть, ты по разным местам ходил, писал, нигде тебя на работу не берут. Где-то ссылается то, что у тебя нет опыта работы. При этом по специальности точно так же проходит уже почти, наверное, год. Тебе ответа не привета никто не дал, пока отправлял резюме. Вот здесь я просто хочу подвести к тому, вот она реальность. Друзья, вот вам живой человек, который отучился. Золотая медаль в школе, красный диплом в институте. Хорошая специальность, вроде бы казалось, российская таможенная академия. Нахрен никому не нужен, вот мы сидим на лавочке общаемся. Отработал где-то вообще не по специальности, продавая рекламу. Потом ты устраиваешься в ламоду. Какие условия по работе тебе обещали? Просто, чтобы люди понимали, как это происходит. Так, изначально вообще в главном офисе, когда я пришел на пробный день, мне парень-стажер, ой, курьер сам рассказывал, что платят исправно, все хорошо, в одном, грубо говоря, районе, там, станции метро, далеко ездить не нужно, там, сумочка, единственное, то, что таскать, как бы тяжеловато. Я думаю, ну, не проблема, условия. Мне в главном офисе предложили такие. 35-40 тысяч. 35-40 тысяч. Сумочка не тяжеловата. Я сейчас вывожу на экран, мы с Романом как раз на этом пробном дне познакомились. А сколько весит примерно такая сумочка в реале? Так, ну, смотря загруженности, я подписал в главном офисе, когда устраивался запрет на то, что я буду носить не больше 15 килограмм в этой сумке, то есть самих товаров. Но, как правило, если ты хочешь не сидеть до 11 вечера и все сделать быстренько и нормально, чтобы не таскаться с двумя, грубо говоря, заказами, ты загружаешь ее до отвала. Плюс берешь еще какие-то пакеты и так далее. До 30 килограмм, я думаю, загружалась спокойно. Работа, как тебе в целом? Как говорить, честно или... Говорит, как есть. Работа говно, как бы это грубо не звучало. Я считаю, что за мою работу, куда я хожу, даже в километраже, там, 3 километра заказ, 100 рублей, я не считаю это нормальным. Когда водители, точно такая же специализация, получают 300 рублей. И за отказ, то есть товара полностью клиент не покупает, тоже получают 300 рублей. Мы получаем 50. У них оклад такой, мы вычитали, официально минимум 400 рублей у них в день за то, что ты вышел. 12-часовой, подчеркиваю, день. Далее, 100 рублей тебе платят за каждую точку, если человек что-то купил. И 50 рублей, если он ничего не купил, отказался. А точек в день бывает, ну, скажем так, 9-30. Ну, примерно, да. Ну, 9 это очень редко, но было пару дней 9. Я, конечно, понимаю, что курьер, это, грубо говоря, низшая такая часть общества для клиентов в центре Москвы, потому что это же центр, скажем так. И приходя на заказ, клиенту не подходила вещь. Они настолько были негативно именно ко мне, к курьеру, который даже не упаковывает, просто приносит. Кидались деньгами в меня, оскорбляли. А мы, как пай мальчики, должны были это кушать и говорить, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. И я, на самом деле, когда происходили такие ситуации, у меня жесткая была дезмораль, потому что, я думаю, у меня высшее образование. Куда вообще я, что я это слушаю? Я должен, грубо говоря, послать их на три буквы и сказать, ну, извините, пожалуйста. Я просто доставил, что вам не нравится. Обращайтесь в техподдержку. Ну, слушай, при этом ты продолжал снимать комнату. И в один прекрасный день, ну, тоже все в кавычках прекрасно, тебе позвонила хозяйка и сказал, иди нахрен. Нет, было утро. Это было пять дней. Около недели назад утро приходит хозяйка и говорит, по каким-то неизвестным ей причинам, там нужно было, она на пять тысяч отдает, по каким-то неизвестным мне причинам, она не хочет мне ничего обосновывать. Это вот минус того, что ты не заключаешь никакого договора с арендодателем, наверное, да, или квартиродателем. Говорит, вот, мне нужна комната, освобождаю ее в течение трех-четырех дней. И все, и ты ни Б, ни М не можешь сказать. И мне хорошо, что на данный момент у меня есть брат, хорошо, что у меня есть семья. Мама, брат, сестра, которые меня на протяжении всего этого времени поддерживали. И брат, который сейчас профессионально занимается хоккеем, мы с ним состыковались, так скажем, и у нас уже есть там квартира в Череповце, куда я сегодня-завтра уеду. И работа есть стабильная, так же я уже там все нашел. И вот, ну, как-то так. В общем, картина получается такая, что приехал ты в Москву в поисках лучшей жизни. Поначалу что-то пошло не так, да. С амбициями железными такими, что тебя сразу швырнули и серия тебя обманули. И потом тебе дико повезло, что ты устроился в офис, где ты, в принципе, хорошо зарабатывал. А если бы не пандемия, я думаю, ты бы с удовольствием. Да, да, конечно. Ну, вот такая ситуация. А сейчас получается так, что ты уже условно сегодня, как я понимаю, вечером уезжаешь из Москвы. Уже у тебя машина заказана, ты поедешь дальше. Уже, да, уже уволился, уже все трудовую получил. Твое краткое резюме о твоей поездке в Москву и что ты вообще по всему этому поводу думаешь? Можно обратиться, да? Ну, если так можно выразиться, приезжайте в Москву, все равно, неважно, есть у вас образование, нет образования. С амбициями, самое главное, амбиции, не падайте духом, когда у вас что-то не получается. Просто вставайте после каких-то тяжелых моментов в жизни, вставайте и идите дальше. Отряхайтесь от грязи, от негатива, потому что негатива в этой жизни будет очень много. Я приехал с мыслями, что это Москва, столица, что здесь куча возможностей. Возможностей не спорю, соглашусь, здесь очень много. Но, но есть где-то связи нужны, где-то нужны деньги, где-то нужен язык подвязанный, чтобы себя как-то преподнести. Ты пожил в небольших городах, покатался, в Москве понравилось тебе? С одной стороны, да, красивый город, люди тут другие, скажем так, есть хорошие люди, есть плохие люди, есть негативные. Везде есть плюсы, везде есть минусы. Как вот тоже, ну, как и у меня в городе тоже можно, знаете, я вам хочу сказать такую вещь. Если у тебя куча денег, тебе не важно, где жить. Пусть это будет маленький город, 10 тысяч где-то в захолустье, у тебя там домик огромный. Ну, либо это Москва, центр Москвы, охотный ряд, там, Арбат, неважно. Главное в жизни, еще раз говорю, найти себя. В Москве я себя на данный момент не вижу, нигде, никаким боком. Но опять идти куда-то подрабатывать, где-то вот, ну, идти не по специальности, лучше быть специалистом в своем деле. Мне никто точно сказал, нет, может мне завтра позвонят и скажут, приезжайте в Екатеринбург работать на таможне. Никто не знает, у меня резюме, я буду так же их отправлять, потому что высшее образование, оно никуда не делось. Но если будет все глухо, но я все равно хочу попробовать себя в тренером. Это интервью с Романом мы записали в конце августа 2020 года. Познакомились мы с ним буквально за несколько дней до этого, на пробном дне пешим курьером в Ламоде. Что я там делал? Собирал информацию для очередного жизненного сюжета. Как видите, вот с этим человеком мы этот жизненный сюжет записали. Закончил школу с золотой медалью, красный диплом института. И что происходит на деле? Больше года ждет ответа на свои резюме, бегает по Москве, ищет себе работу. При этом, отметим, что человек действительно трудоспособный. Он хочет работать, он не выбирает, он не сидит. Туда пойду, туда не пойду. Человек пытался и хватался за любую работу. В тот же день после интервью, он сел на автомобиль и уехал в Череповец, где будет сейчас пытаться заработать денег себе на второе высшее образование. Я с ухмылкой спросил его, второе высшее образование, тебе что, первого не хватило? Но он решил попробовать найти себя в спорте. Он с детства занимался хоккеем, решил попробовать отучиться, получить профильное образование и стать тренером по хоккею. И вот в завершении этого сюжета, у всех, кто досмотрел его до конца, я хочу задать вопрос. Вот как вы считаете, какое образование нужно сегодня? Нужно ли сегодня, отучившись после школы, идти учиться пять лет для того, чтобы потом бегать, искать себя, пытаться где-то найти опыт работы, чтобы тебя взяли по специальности? Как вы считаете? На мой взгляд, вполне возможно, что нужно обучаться два-три года и тут же начинать работать, чтобы ты уже в процессе труда, трудоустройства, практики получал жизненный опыт и получал опыт по работе. В любом случае, ваше мнение высказывайте в комментарии. Остается пожелать Роману только удачи в его жизни. Будет прикольно, будет прикольно, если лет через 5-10, возможно 20, он добьется каких-то высот, когда-то посмотрит это интервью и будет совсем по-другому. Не добьется, а добьюсь. Добьется высот, станет президентом или еще что-то. Ну, знаете, бывает такое, что, опа, редкое интервью с человеком, который когда-то сидел в Москве, в модных рваных джинсах и собирал свои вещи, уезжать в Череповец, работает на завод. В общем, Ром, тебе удачи, спасибо, что рассказал. Спасибо тебе большое за такой экспириенс. Было очень приятно пообщаться с тобой, выбраться в центр напоследок. Я надеюсь, вот это интервью для кого-то будет такой пищей для размышления. В общем, здесь говорить больше нечего. Я с вами прощаюсь. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь обязательно на канал. Дальше мы будем снимать больше интересных жизненных роликов. Всем пока. Счастливо.